В конце августа славянские рисоводы приступили к уборке главной сельхозкультуры района. И уже некоторые из хозяйств могут похвастаться хорошими результатами. О том, какие прогнозы на урожайность 2014 года делают специалисты, знают Тина Капачевская и Александр Косицын. Уборка главной культуры славянского района уже началась. Полностью прекращена подача воды на посевы риса. С площади более 32 тысяч гектаров осуществлен сброс воды. Всего в районе задействовано на уборке риса 286 комбайнов и 155 жаток. Хозяйства района обеспечены собственным транспортом для перевозки риса, поля, мехток. На уборке урожая и после уборочных работах будет задействовано порядка 1200 человек. Чтобы узнать, как началась уборка риса, глава администрации Роман Синеговский посетил агрофирму «Славянская» – крупнейшего производителя риса нашего района. Он рассказал нашей съемочной группе, что среди восьми рисосеющих районов Славянский является одним из лидеров, так как в копилку урожая Краснодарского края наш район приносит 30% риса. Глава района также обсудил с директором и агрономами агрофирмы проблемы и перспективы урожая 2014 года. Сегодня приехали на предприятие посмотреть, как идет уборка. Пообщался с руководителем, пообщался с механизаторами, с коллективом. И мы видим, что вот уже седьмой день уборки урожая. Все нормально, техника работает, люди наши работать умеют. Дай бог нормальная погода. В целом до 10 числа мы урожай риса соберем. Из 12 рисосеющих хозяйств района первыми к уборке белого золота приступили труженики агрофирмы «Славянская». Только за первую неделю им удалось собрать 3000 тонн риса. Каждый день с посевных площадей здесь убирается порядка 800 тонн зерна. Всего в поле работают более 35 комбайнов. Комбайны нормальные. На каждую нагрузка по 200 гектар. Хотя можно было бы добавить в связи с тем, что сейчас ветер разыгрался. Неизвестно, дождь будет или не будет. Если такая погода будет, как сейчас, я думаю, в первых числах октября мы закончим уборку. Завершить уборку белого золота рисоводы планируют примерно через месяц. Для этого всё есть – и необходимая техника, и люди. Единственное, что может подвести, так – это погода. Остаётся надеяться, что прогнозы синоптиков будут только радовать аграриев. Параллельно уборке риса на полях ведутся работы по уборке сои. Из-за отсутствия дождей в июле и в августе урожайность этой культуры составила лишь 16 сантиметров с гектара. Директор агрофирмы «Славинская» Георгий Попов рассказал нашей съёмочной группе о том, какие работы предстоит ещё сделать в ближайшее время. «Идёт же у нас, вы знаете, что подотока земли, которая идёт под посевом зимы. Ну, тяжело в связи с тем, что засуха, считайте, июль-август засуха. Ну, пока дискуем, потом посмотрим, что будет. Потому что напахивать и корпуса рвёт, и лемеха глубоко рыхлителем, глыбы выворачивают. Так что будем думать, как сейчас готовить почву». Этот урожай ещё не дошёл до стола своего потребителя. Ведь уборка и обработка риса – процесс сложный и трудоёмкий. На мех таку идёт первичная очистка зерна. Лишь потом помещают в хранилище, откуда отправляют на переработку. Вот такая сложная и важная работа у комбайнёров, механизаторов, поливальщиков, агрономов. Готовя плов или другие блюда из риса, многие даже не представляют, сколько за этим стоит труда и усилий. Субтитры создавал DimaTorzok Тина Капачевская, Александр Косицын. Программа «События». Тина Капачевская, Александр Косицын. Программа «События». Продолжение следует...